Главная тема очередного этапа 31 конференции партии «Единая Россия» подведения итогов сентябрьских выборов в областное ЗАГСобрание. На встречу прибыло 110 делегатов. Также со вступительным словом выступил и губернатор Дмитрий Миронов. Он отметил, что партии удалось наладить конструктивный диалог с людьми. На сегодняшний момент за кандидатов «Единой России» у нас проголосовало больше всего избирателей среди всех регионов Центрального федерального округа, где проходили аналогичные выборы. И напомню, по итогу думских выборов «Единая Россия» получает 11 мандатов по партийным спискам и еще 21 по результатам голосования в одномандатных округах. Все зависело от самих кандидатов. Кто смог совместно с жителями объединить усилия для решения проблем, те получили поддержку и стали депутатами. Кто занимался, может быть, популизмом, может быть, излишне политизировал ситуацию или просто надеялся, что его изберут за какие-то былые заслуги и не выходил к людям, к примеру, во дворы или в трудовые коллективы, те поддержку не получили. Те, кто займут депутатские кресла в Думе нового созыва, уже видят перед собой первоочередные задачи. Также быть серьезные деньги вложены в развитие экономики, в инвестиции, чтобы создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу. Конечно, должен быть серьезный, решаться вопрос по дорожному фонду, продолжение дорог. И, наверное, нужно будет сделать отдельную программу по приведению наших дворовых территорий в нормальное состояние. Важная тема повестки, выбор кандидата от партии на должность председателя Ярославской областной думы 7-го созыва были предложены кандидатуры Николая Бирука и Алексея Константинова. Голосование было тайное по бюллетеням. В итоге с результатом 86 голосов против 24 победил Алексей Константинов. Для себя основной задачей, вижу, это улучшение жизни жителей Ярославской области. Принятие для этого необходимых законодательных актов и воплощения их в жизнь. Кто же возглавит региональное законсобрание будет решено уже завтра на первом заседании Ярославской областной думы 7-го созыва. Александра Панкратова, Сергей Ватин, День в событиях.